МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Антон Павлович, профессор, что-то вы долго сегодня? А ключ сдавать? Ох, и темень. Да где этот? Черт знает шо. Бардак. Чего мое? Интересно девки пляшут. Май 1978 года. В одной из лабораторий Одесского мединститута обнаружен труп профессора Качковского. На шее сзади колотая рана. Удар нанесли один, четко в основание черепа. Согласно предварительному выводу эксперта, смерть наступила около 8 часов вечера, плюс-минус час. Антон Павлович – незаурядная фигура, ученый, герой соцтруда. Его убийство лишило сна высоких чиновников сразу двух министерств – образования и здравоохранения. Расследованием занялась Одесская прокуратура. Дело поручили Елизавете Павловне Денисенко. Несмотря на молодость, она уже успела зарекомендовать себя как опытный следователь с нестандартным мышлением. Сердце не отпускает, голова не соображает. И не гнивайся, дочерь. Елизавета Павловна, следователь. Простите. В котором часу вы заступили на смену? Ну, как всегда, в 7 вечера. Народу много было в корпусе? Ну, не так шубы, но ходили туда-сюда, шастали. А труп во сколько обнаружили? Так, кажется, в 9. Почему так поздно поднялись в лабораторию? Ясно ведь, что ключи не сдали. Так, профессор всегда последним сдавал. Работал до самой ночи. Качковского убили в промежутке с 7 до 9 вечера. Заметили что-то необычное? Или, может, кого-то? Диссертация на соискание ученой степени доктора наук Владимира Петровича Фоменко. Так точно. Фоменко был тут. Сто лет его не видел. А кто такой этот Фоменко? И когда был? Владимир Фоменко когда-то работал в мединституте на кафедре Качковского. Но произошел какой-то скандал, и год назад Фоменко уволился. Поэтому охранник Пилипенко и удивился, увидев его в институте. Так кто такой этот Фоменко? Вы простите, Елизавета. Павловна. Я подробностей не знаю, но он тут год не работает. Ушел, говорят, некрасиво. Ладно, можете идти. Стоп. Вы что, пили? Ну, чуть-чуть. Оттуда? Да. Импортный. Такой в магазине не купишь. А когда у студентов сессия? Так сейчас, полным ходом идет. Понятно. Ну, знаешь, профессору Могорычку несут. Такой коньяк себе не покупают. В Советском Союзе деньги решали не все. Выше них котировался дефицитный товар. Редкими конфетами и алкоголем задабривали нужных людей в институтах, больницах и милиции. Актер Станислав Садальский вспоминает. В молодости часто дрался и дебоширил, но в отделении долго не задерживался. Отпускали за французские духи. Людмиле Гурченко, чтобы получить главную роль в фильме, советовали дать на лапу чиновнику из Минкульта. Тариф стандартный. Банка черной икры. Самые щедрые подарки шли сотрудникам контролирующих органов. Директор одного из гастрономов вспоминала, как однажды к ней на проверку приехал сотрудник ОБХСС на новеньких «Жигулях». Как оказалось позже, в ходе расследования машину ему подарили в качестве взятки. Можете идти. Вы только ничего не подумайте. Я этот коньяк тяпнул, чтобы просто голова не болела. Да, да и бутылка уже открытая была. А так я ню-нюю. Да, конечно. Товарищ хохтер. Да. А вы к столу подходили с этой стороны? Нет, там я не ходил. А что, что-то нашли? Да. Нить от одежды. И что нам это дает? Студентов много, мало ли кто терся. На нитке кровь. Можете идти. Да. Оттенок какой-то женский, не мужская одежда. Приобщаем. Я закончил. Можно увозить. По времени смерти, точнее скажу, завтра. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы, простите, кто? Иван Степанович Каверин, декан факультета. Денисенко Елизавета Павловна, следователь прокуратуры. Это мои коллеги. Мы могли бы где-нибудь поговорить? Да, конечно. Пройдемте ко мне. Романович. Водички? Нет, спасибо. Я могу узнать, какие занятия в этой аудитории были последними? Узнать, конечно, можете. Сейчас посмотрим. Так, так. Вот. Патологическая анатомия. Первый курс. С 16.00 до 18.00. Так, а профессора убили не раньше 19. Хотела спросить, кто такой Фоменко? Фоменко? Да так, был тут один кандидат наук. Ничего выдающегося. А что? Вахтер видел его вечером вчера в институте. Уходил около 19.00. Да. А на месте преступления страницы с именем этого самого Фоменко. Да кто такой Фоменко, товарищ лекан? Мы не хотели этого носить. Друзья, я крайне возмущен тем, что у нас происходит. Я автор. Да, профессор. Вы украли тему моей докторской. Вы вор. Разрешите? Благодарю. Я никому не позволю усомниться в моей репутации. Я давно занимаюсь этой темой. И доказательство тому. Несколько выпусков журнала «Медицинский вестник». Я понимаю, тут занятые люди, и кто-то мог что-то пропустить. Но вот, пожалуйста, вот несколько десятков публикаций, моих публикаций. Так что, извините, молодой человек, но вор вы. Это неправда. Он врет. Тему предложил я. Обнаглели вообще. В общем, ушли мы этого Фоменко год назад. Сами понимаете, кто он, а кто Качковский. Как вы думаете, что он вчера делал вечером в институте? Все-таки год прошел. Профессор собирался на международную медицинскую конференцию в Париж. Как раз по этой теме. Фоменко мог об этом знать? Думаю, да. Мы секреты из этого не делали. Все-таки события. А где нам его найти, этого Фоменко? Не знаю и знать не хочу, милочка. Но люди говорят, работают в одной из клиник города. Поехали. Ну, если часа выискать хотите, Лизавета Павловна, ночь на дворе. К тому же мы не знаем точного времени смерти. Два часа коридор. Пускай субмет экспертизы заключили. Товарищ капитан, надо. В лаборатории патологической анатомии Одесского мединститута обнаружен труп профессора Антона Павловича Качковского. Преступник нанес ученому смертельный удар в область основания черепа. На месте преступления обнаружена желтая нитка. На столе убитого – диссертация доктора наук Владимира Фоменко. Выясняется, год назад на ученом совете случилось ЧП. Молодой ученый обвинил профессора Качковского в плагиате. Следователь поручил оперативникам заняться поисками Владимира Фоменко. Оказалось, что в больницах Одессы числится трое врачей по фамилии Фоменко. Тот, который интересовал следствие, работал патологоанатомом в областной больнице. К нему и отправились сыщики. Завтракали? Нет. Это хорошо? Не люблю я тут бывать. Добрый день. Товарищ Фоменко Владимир Петрович? Да, я. Чем могу служить? Мы расследуем убийство профессора Качковского. Как жаль. И кто же его? Мы это и хотели бы выяснить. А скажите, не могли бы мы переговорить в каком-нибудь другом месте? К сожалению, ну нет. У меня много работы. Вчера вечером вас видели в институте. С какой целью вы туда приходили? Пожелать ему удачи перед поездкой в Париж. Смеетесь? Всего же. Это ведь моя тема. Мне судьба не безразлична. Фоменко взял свою рукопись и пришел к профессору. Тот сидел за столом, работал и явно не ожидал увидеть бывшего ученика. Не ждали, Антон Павлович? Володя? Да вот слышал, в Париж едете. Еду. С моей темой. Может, все-таки впишите меня в соавторы доклада, раз диссертацию украли? Вон. Пошел вон. На колец. Вы, главное, подготовьтесь хорошенько. Тут много умных мыслей. Вон! Подтвердить это кто-нибудь сможет? Да кто? Никто. Поздно в институте. Коридоры пустые. Хотя... Фоменко рассказал, что в коридоре на этаже столкнулся с каким-то студентом. Тот был в приметном желтом пиджаке. В руках держал бутылку коньяка. В котором часу вы вышли от Качковского? Да сразу же. Где-то 19.10. Он живехонький был. Найдите его. Он скажет, что когда его ходил, профессор был еще живой. Желтый пиджак? Коньяк. Это результаты судебно-медицинской экспертизы. Благодаря им у Фоменко появился шанс уйти от подозрений. Дело в том, что в желудке убитого был коньяк. Фоменко убеждал, что парень в желтом пиджаке из бутылки коньяка появился у дверей лаборатории после него. Оставалось выяснить, кем был этот молодой человек и зачем он приходил к профессору. Ну что, как вы? Нормально? Сейчас отпустят. Что-то меня после этого морга... Что у вас? Вот, по результатам экспертизы, профессора убили в 8, в 8.30 вечера. Это уже установлено. А Фоменко покинул здание института около семи. И это подтвердил сторож. Значит, Фоменко вычеркиваем, а студента в желтом пиджаке ищем. Уже? Что уже? Уже известна фамилия студента. Откуда? У профессора на столе был обнаружен учебник, выписанный библиотекой на имя некоего пятикурсника. Так, а фамилия у этого пятикурсника есть? Да, конечно. Зейналов его фамилия. Еще раз? Зей-на-лов. Отлично. Тогда я в институт узнаю, что за пятикурсник такой. Хорошо. Ну, я пойду, Иван Степанович. Спасибо за... За консультацию. Будем думать. Человека нужно похоронить со всеми почестями. Это лаборант наша. Она с погибшим профессором работала. А вы что хотели, Елизавета? Павловна. Павловна. Опять про Фоменко у меня спрашивать? Присаживайтесь, угощайтесь. Нет, спасибо. Я коротко. Меня интересует один студент. Он у вас учится. Фамилия Зейналов. Я понимаю, декан не должен знать всех студентов, но... Ну, почему же? Знаю я Зейналова. Да и вы его знаете. Точнее, папу его. Он у нас облздравом руководит. А-а-а. И что он за студент? Хороший студент. С такой фамилией трудно быть плохим. Вы меня, конечно, извините. Я тут похоронами профессора занимаюсь. У него родных не было. Вот я бегаю, суечусь. Конечно, понимаю. Следователь Денисенко искала лаборантку, которая, со слов декана, последнее время работала с профессором Качковским. Ой. Я вот думаю, может, убраться нужно. Рано еще. Такая утрата, да? Какая? А, профессор. Да. Жалко. Очень жалко. Скажите, а вы позавчера были в лаборатории? Как же без меня? Мышь скрывала. Может, было что-то необычное? Вроде бы нет. А хотя... Наталья Григорьевна, начните с вертикального надреса. На шатырь воды. На шатырь воды. Галина, вы меня слышите? Кивните. А что такие случаи редкость? Первый курс, неокрепший еще. Да, конечно, студенты падают. Тут дело другое. Профессор наш очень странно себя вел. В каком смысле? Всегда орал, что вам делать в профессии. А тут выбежал, на девочку эту дует. Раньше такого не было. Наталья. Да? Введите ее в институтскую клинику и оставьте на ночь. Пусть поезжут. В клинику? На ночь? А не лишнее? Наталья! Я поняла. У нас недалеко в больнице клиническая база. Так я эту девочку туда и отвела. Когда вернулась, уже никого. Профессор всех отпустил. Это в котором часу было? Ой, шести еще не было. И вы тоже ушли? Ну да. А что? Да нет, ничего. Скажите, а вы знаете студента-пятикурсника по фамилии Зейналов? Зейналов? А, лодырь еще тот. Качковский его даже к сессии не допустил. А декан говорит, студент хороший. Ой. Так может, я и перепутала. Мало ли Зейналовых. Ну да. Это Сергей Зейналов, пятикурсник. В деканате предоставили сухую информацию. Студент не допущен к сдаче госэкзаменов. На этом настаивал профессор Качковский. А вот что удалось узнать следователю у куратора. Отец Зейналова в шаге от назначения на высокую должность в министерстве. Он понимал, что к нему пристальное внимание приводил в порядок свои дела. И сын удал четкое указание закрыть все проблемы по учебе. Вот, Лизавета Павловна, Сергей Зейналов собственной персоной. А с вами еще разберутся хватать людей в приличном месте. Совсем уже? Разумеется. Прошу садиться. Привет. Здравствуйте. У нас к вам пару вопросов. Может, вы снимете очки? Спасибо, мне и так удобно. Что читаем? Пастернак. Интересно. Такая книжка только в Березке продается. Давайте к делу. Протокол писать будете. Февраль. Достать чернил и плакать. Сейчас май. А записывать мы будем ваши показания о Качковском. Утрата. Невосполнимая утрата. Для всего института и медицины в целом. Только это, а почему вы именно меня решили спросить о Качковском? По нашим сведениям, вы последний, кто видел профессора живым. Зачем вы к нему приходили? Как зачем? Он меня к сессии не допустил. Я пришел договариваться. Правда, старый хрыч не в духе был. С чего вы взяли? Ну, передо мной у него был какой-то мужик в кабинете. Я видел, как он выходил. Злой и весь красный. А, сведалов. Проходи. Я это... Давайте я вам помогу. Кстати, это лам. Французский. Ой, синал. Я студентам оценки за подарки не ставлю. Неужели вы это не поняли? Так я от чистого сердца. А предмет учил, честное слово. Хотите? Проверьте. Ой, синалов, синалов. В общем, я написал конспект, подготовился, пришел, начал отвечать. И тут он начал меня валить. Гад. А потом, значит, говорит, иди, учи дальше. О, простите бога ранее. Э, вы чего? Вот, блин, это же фирма. Извините, вышло ненарочно. Слушайте, а давайте мне его, я его застираю, пока вы беседуете, а потом верну. Ага. Спасибо. Извините. А в котором часу вы ушли от Качковского? Я не помню. Где-то всем, а может, позже. Надо вспомнить. Пока вы последний, кто видел его живым. А еще у вас был мотив. Убрать несговорчивого преподавателя. Вот такие дела. Кто? Я? Вы совсем уже все? Ну вот, думаю, высохнет, будет как новенький. Откуда у вас синяк? Подрался. Кстати, в тот же вечер. Недалеко от института какие-то козлы подошли. Ну, не убивал я Качковского. Честное слово, не убивал. Это желтая нитка с кровью убитого. Напомню, ее нашли на месте преступления. Она зацепилась о стол профессора. А это пиджак студента Зейналова. Исследование показало, что это два разных материала. Пиджак юноши шит из натуральной шерсти, а нитка синтетическая, кремпленовая. И что самое печальное для следствия, кремплен едва ли не самая популярная ткань в стране. Кремплен подавали как настоящую гордость советских химиков достижение всей легкой промышленности. Материал этот не мялся и не снашивался. Его главным популяризатором считается министр культуры Екатерина Фурцева. Она появлялась на людях исключительно в кремпленовой одежде. О минусах этой ткани официально не говорили, но их хватало. Материал трещал, искрил, больно бился током и прилипал к телу. Тем не менее, модницы за кремпленом охотились. Ажиотаж спал ко второй половине 70-х, когда в гардеробе каждой девушки страны уже был минимум один кремпленовый костюм. Здравствуйте, Наталья. Ой, здрасте. Здравствуйте. Спасибо, что пломбу с двери сняли. Теперь хоть цветочки полить можно. А то ведь засохнут. Жалко. Жалко. Наталья, у нас к вам просьба. Слушаю. Вспомните, пожалуйста, день убийства. Кто-нибудь из студентов был в желтом кремпленовом костюме. Желтый кремпленовый. Ой, так они же все в белых халатах приходят. А, так это, Шавкопляс была в желтом. Шавкопляс? Ну да, которая плохо стала. Я еще ее в клинику отвела. С нее там сняли халат, и она была в желтом. Простите, а кто такая-то, как вы говорите, Шавкопляс? Так я уже следователю все рассказывала. Любимица Качковского. И что он в ней нашел? Ни рожей, ни кожей. Да. Спасибо, Наталья. Спасибо. Так. Упустили. Да. Упустила. Доктор, который осматривал студентку, вспомнил тот день, чтобы рассказать подробности, сверился с журналом. А, да, Шавкопляс фамилия. Упадок сил. Я ее оформил в палату, ужин выписал. Ну, у студентов такое бывает. Перед сессией они нервничают, переживают, не спят. Нам вот что важно знать. Она ближе к восьми из палаты не отлучалась? Не подскажу. У меня окончание смены было, всем уехал. Тут написано, ее подселили в палату Кротовой. Поселили. Только она попросилась в другую. Подружка лежала. Как фамилия подружки? Она еще тут? Да, тут. Но... Сан вы видите. Ну, поговорить-то с ней было. Да, можем поговорить. У нас же неврология, не психбольница. Буйных нет. Добрый день. Да. Добренький. Скажите, тут три дня назад девушка лежала. Шевкопляс фамилия. Да, конечно. Галочка. Она. А вы уходили из палаты после семи? Нет, что-то я все время здесь. Хорошо. А ты не помнишь, Галочка после семи выходила из палаты? Не знаю. В смысле? Уснула. Я долго сплю после укола. Ну, а когда проснулась, Шевкопляс тут была? Тут, конечно, тут. А сколько проспала? Не помню. Где-то часик-полтора. Скажи, а ты ведь с Галочкой по институту знакома? Что ты можешь о ней сказать? Мало, что могу сказать. Какая-то она... Какая? Грустная. Итак, получалось, что у Галины Шевкопляс алиби на время убийства профессора не было. Но каким мог быть мотив? Опрос одногруппников девушки результата не дал. Да, все видели, что мужчина испытывает нежность в Галине. Но не более. Ничего не дала и анкета студентке. Вот автобиография, которую Шевкопляс собственноручно писала при поступлении. Девушка сирота. Мать умерла, когда Галине было семь. В графе отец прочерк. Воспитывалась в интернате. Ничего стучишь, заходи. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Мы из милиции. А кто вам нужен? Не волнуйтесь, нам нужна ваша соседка, Галина. Так ее нету? Да-да, мы знаем, что ее нет, нам сказала вахтер. Скажите, а где Галина хранит свои вещи? В частности, нас интересует желтый кремпленовый костюм. Костюм? Да, костюм. А что такое? Да ничего. Из-за него просто скандал был. Какой? Четыре дня назад Шавкопляс взяла большой тазик и сложила в него свои вещи. Она собиралась стирать. Галка, ты чего? Что? Ты же костюм кремпленовой обещала на вечер дать. Он вымазался. Так, где? Сучка ты, Галка. Зажала, так и скажи. Значит, четыре дня назад Галина его стирала. Интересно. И где он сейчас? На ней. Она в библиотеку в нем побежала. В лаборатории патологической анатомии Одесского мединститута обнаружен труп профессора Антона Павловича Качковского. Преступник нанес ученому смертельный удар в область основания черепа. На месте преступления обнаружена желтая нитка. Выясняется. Незадолго до убийства к профессору заходил недопущенный к сессии студент Зейналов. Парень носит приметный желтый пиджак. Он, возможно, последний, кто видел Качковского живым. Пиджак юноши сшит из натуральной ткани. Экспертиза показала, найденная на месте преступления нить синтетическая, кремпленовая. Оказывается, у профессора Качковского была любимица, студентка Галина Шевкопляс. В день трагедии она была на занятиях в желтом кремпленовом костюме. Галина Шевкопляс На желтом кремпленовом пиджаке Галины следователь заметила затяжку. Снимите пиджак, пожалуйста. Что, простите? Отдадим его на экспертизу. А вы с нами. Прошу вас. Это пиджак от кремпленового костюма Галины Шевкопляс. Эксперт обнаружил замытые пятна крови прямо здесь, возле затяжки. Напомню, на столе убитого профессора нашли желтую нить в крови. Следствие стало очевидно. Галина была на месте преступления, а не лежала в палате. Хоть она и убеждала в обратном. В котором часу 25 мая вы видели профессора Качковского в последний раз? Часов шесть в лаборатории, когда в обморок упала. Наталья Григорьевна, начните с вертикального надреза. На шатырь воды. Далина, вы меня слышите, Кивнич? Наталья! Наталья, ты давай, отведи ее в институтскую клинику. И больше вы к нему не заходили. Ну я же говорю, я в клинике была всю ночь. Да спросите у соседки. Спросили. Вот только в нужное нам время ваша соседка спала. И сдается мне, что вы специально попросились в эту палату. Потому что знали, что девушки уколят сильный укол, от которых клонит в сон. Это домыслы. И меня там никто не видел. Так что какие вопросы? А вот наш эксперт утверждает, что вы там были. Окровавленную нить с вашего пиджака обнаружили на ребре стола. Вы зацепились, Галина. А утром, когда вернулись из клиники, решили пиджак быстренько застирать. Говорите, Шевкопляс. Что связывал вас с профессором? Он любовник ваш? Нет. Отец. Только я его никогда не знала. Мы с мамой жили. Он часто передавал подарки. А потом подарки закончились. Мать сникла. Как-то она мне говорит, выйди, Галка, погуляй. За окном дождя, а я дура. Не поняла в чем. Не поняла в чем дело, и оделась, и пошла. Мам, я дома. Мам. Повесилась она. У тебя нет ни сил, ни роста вытащить ее из петли. Я ободаюсь плачу. Нет сил ее вытащить. Никто не приходит. Вы думаете, ваша мать из-за профессора повесилась? Думаете, я знаю. Она записку оставила. Извинялась, но сказала, что в тот день поняла, что отец не будет с ней. Никогда. А когда вы узнали, что профессор ваш отец? Да в тот же день, до семинара. Вы просили зайти? Да-да. Заходите, Галина. Галя, дело в том, что я твой отец. Я, когда впервые увидел тебя, я сразу понял, что ты моя дочь. Ты очень похожа на маму. Ну, чего ты, чего ты молчишь? Я какое-то время не знала, как реагировать. Шок. А на семинаре, видно, не справилась с эмоциями и упала в обморок. Находясь в клинике, Шавкопляс поняла, что никогда не простит Качковского. Она считала профессора убийцей. Из-за него мать наложила на себя руки. Спеши. Девушка знала, что Качковский задерживается в лаборатории допоздна. Галя, среда я не отлежалась. Разговор не закончили. Ну и хорошо. Я себе налил и... Я себе налил и... Продолжение следует... Ну, дальше вы знаете. Получается, из-за этой нитки Кремпленовой меня и поймали. Поймали не из-за нитки, а из-за того, что вы человека убили. Хотя, чисто по-человечески, мне вас жаль, Галя. На суде Галина Шевкопляс раскаивалась в содеянном. Суд учел это. Девушку приговорили к 12 годам заключения. Вышла она досрочно. Галина устроилась санитаркой в больницу, вышла замуж и родила ребенка.